Доброе утро всем! Почти 8 без 15. Мужа выпроводила на работу. Сделала ему сегодня на завтрак бутерброды в этой штуке, типа электрогриля. Сейчас покажу. Вот такая вот штука от Синтек. Есть такая от Редмана. Много всяких разных. Здесь есть еще разные насадки, но мы пользовались только вот этими вот полосочками. И очень вкусно поджаривает хлеб, прям подсушивает, как будто тост. То есть у меня был хлеб-колбаса, я просто закрыла, все поджарила. Вот, поставила индейку. Будет сегодня борщ. На завтрак, вот мой завтрак. Это чай, молока нет, поэтому кофе не пью, кофе не люблю без молока. Чай и вот такой же вот бутербродик, поджаренный в этой штучке. И хлебушек тоже очень хрустящий. Доброе утро, мой маленький! Сразу укрываться, укрываться, да? Да. Чтобы было теплышко? Да. Ну, рассказывай, когда мы будем елку убирать? Скоро. А кора, она будет полегать. Да, скоро еще будет новый год. Ну что, мы одеваться будем? Да. И что потом будем делать? Гулять? Да. Там. Там? Давай сейчас мама борщик сварит, хорошо? Ты будешь борщик со сметанкой? Нет. А что ты будешь? Запина болит. Кто? Запина болит. Спина болит? А потому что ты долго спал? Да. Теперь не надо спать? Спать не надо. Ну что, одеваться? Да. Так, на обед у нас будет борщ со сметанкой. Я купила сметану вчера. Все с Афонькой начистили. Мама, на улицу. На улицу? Сейчас пойдем. Давай сейчас борщик доварим и вместе все пойдем. Бульон из индейки. Вот мой помощник пришел. Ты уже все готов? Да. Куда ты собрался? На улицу. Ну давай сейчас мама уже борщик доварит. Чуть-чуть осталось, хорошо? Мама, на улицу взять? На улицу взять? Ну можно. Только сейчас пойди в комнате поиграй, хорошо? Да. И скажи Антошке, чтобы одевался и нес сюда книжечки, хорошо? Радио включила, чтобы меня не отвлекало. И режу морковку. Борщик на обед уже готов. Настаивается теперь. Индейка ждет тоже к борщику. А я тут хочу замариновать баранину, чтобы на ужин запечь. Вот такая вот баранина. Здесь у меня майонез, кетчуп. Сейчас добавлю горчису, соевый соус. И вот этим вот всем помажу. Еще немножечко специями, наверное, присыплю. И это все в холодильнике. Постоит еще, наверное, чеснок и лук добавлю. Начинаем. У нас тут танцы. Радиомир и танцы. Добавила немножечко совсем присолила, потому что соевого соуса у меня тут что-то очень мало. Поперчила, добавила лук, чеснок. И сейчас вот этот намешанный соус. Майонез, кетчуп, горчица и соевый соус. Я здесь все смешала. И сейчас все это залью. Поставлю в холодильник мариноваться. Что случилось, сынок? Там игрушки. Там игрушки? Да. И что надо теперь делать? Отодвинуть? А что там за игрушки? Кто их туда засунул? А, мам, вот это механик. Ты нет? Нет. Точно? Мам. Давай, доставай все. Вот, доставай еще, смотри. А, вот. Афоня. Афоня, они сейчас там опять залетят под диван. Ты их пойди сразу и отнеси, понял? И веничек мне принеси, чтобы я тут все смела, хорошо? Вот тут. Вот сюда складывай, веничек маме принеси. Собери игрушки, хорошо? Да. Давай. Мама, мама, я когучик. А я этот... Сейчас борщик налью. Ну да. Она такая у меня. Мы тут гуляем сухой. Нашли машинку под диваном, да? И еще. Это мне на вечеринке сюрприз за танец дали. Это не уступаем. Это послед. Давай, давай, запускаем. Кого-то игрушка там под елкой. Я знаю, что ты не... Ну и... Это мне легко достать. Да, мам? Я же смелый, не тебя мальчик. Да, мам? Не знаю, котик. А я вот так... Вчера ты не был таким смелым, когда дневник забыл. Я не хочу, а была подготовка. Да? По плаканию. По плаканию? Да. Сейчас опять не туда поедет. Ну ты же направляй, куда она должна ехать, Антош. Руками ты же можешь направлять. Сейчас куда она поедет, смотри. Подъем. Ну и зачем туда, если вы с Афони играете? Афоня так смеется. Ну да. Да? Ну да. О, все на улицу вышли. У нас такой ветерок сегодня, плюс четыре. Афонечка, застегни, пожалуйста, так, чтобы была горлышко закрыто. Антош, застегни. Мама, надо так, что длинные были новые. Где новые, наверное, в машине. Пойдите с Антошей посмотрите. Антош, пойди посмотри с ним, ладно? Да, новые перчатки. Кожаные. Кожаные? Нет. Афоня уже сам научился одевать перчаточки. Да, Афоня? Ну да. Как надо одевать, расскажи, как правильно. Один домик. Смотрите. Вот если барышка, значит, все в одном живут, а большой палец в другом. А если перчатки, значит, все в своих домиках. Да, Афоня? Ты нашел домики? Ну да. Первый я нашел домики. У меня тут, я так не делаю. Вот так. А Гриша, ты что купила? А Гриша, я еще тогда перед Сочи покупала новые перчатки. Что там домики, Афоня? А мама. А мама? Только большое, мне туда сейчас ссоуешь. Тебе помогать, Афоня? Да. Второе что-то, оно неплохенькое. А я вообще. А ты, я уже не помню, в каком-то магазине? А, в люксе. Угу. Почему у меня в люксе? А в одной нету такое, а в одной есть. Не знаю. Наверное, я такое разорвала. Все, Афоня? Да. Нашел домики? Да, вот. Молодец. Все, бегите, поиграйте, я пока поем. Хорошо? Угу. Я пообедала, быша поела с индейкой. Теперь надо убрать крупу. Купила гречку и полбу. Так что сейчас все в холодильник, чтобы жучочки не завелись. Дети там играют, спать никто сегодня не будет. Я готовлю пряничное тесто. Буду уже готовиться к дню Святого Валентина. Потом у меня будет небольшой перерывчик для двух дней рождения. Это для Гришиного и для Аришиного. И потом опять день Святого Валентина. В общем, начинаем с любви. Мне это очень-очень нравится. Так, все растворилось, все растопилось. Если тут вот есть один комочек, чего-то, ну, он сейчас от температуры растопится. И будем добавлять сюда разрыхлитель. И будет такая маленькая химия происходить. Вот такая вот красота. Это у нас что? Это разрыхлитель. У меня вот такой вот доктор Эдкер. Именно он мне почему-то очень-очень нравится по качеству. Так, и все. Сейчас вся эта масса начнет бурлеть, шипеть. И у нас получится не просто вот такая вот темная жидкость, а будет как крем такой. То есть сейчас все превратится в белый-белый крем. Как будто бисквитная такая масса будет. Похожа очень на бисквитный тортик. И сейчас-то все произойдет. Он должен немножко тут само по себе поработать. У меня тут весы. Без них вообще никуда. И мой рецепт, который называется тульский пряник. Ну, в общем, мне он очень-очень нравится. Все равно, несмотря на то, что я уже делаю его не первый раз, это тесто, но я подсматриваю на всякий случай. Посмотрите, уже начинает весь этот процесс. Сейчас бурление, все шипит. Все тут работает. Как здорово. Сейчас она еще сама с собой тут поженится, и будет просто белая такая масса. Ну, не белая, а такая вот светлая, пушистая. Так, дети тут бесятся. Афоня даже уже успел поспать, да, Афоня? У нас тут пони. Я приготовила салатик. Салатные листья. Хотела еще огурец, но он уже как-то испортился. Я его выкинула. Поэтому помидоры, перчик и салатные листья. Со сметаной. Что у нас здесь еще? Да что ж такое духовка-то, а? Баранина запеченная в духовке. И гречку в мультиварке, как всегда. Вот каши мне очень нравится варить в мультиварке. Здесь два мультистакана гречки и три воды. И тогда получается достаточно рассыпчатая, мягкая, вкусная гречка, а не каша-малаша. Кто там? Григорий? Да. Чего по-английскому? Четыре? Да. А почему же не пять? Ну, а почему ты не доучаешь? Ну, значит, будем доучивать. Хорошо. Мама, если пять в свою молодость принес четыре по-английскому, или я бы целовали, я бы тут орден был бы. Папа, он мог на пять, у него просто не хватило времени. А я ему сказал, если что-то легкое, можно сегодня выучить, а что-то тяжелое оставить... Я все выучу, потому что по-русскому легкое задали. Да? Потому что это тяжелые слова по-русскому задали. Сложные, сложные. Хорошо, посмотрим. Давай, портфельный. Алина, кол. Первое, лед. Это первый кол. Ну, то есть, да. И кол. Их может садить только две буквы. О или Е. Алина, кол. Вилка. Алина, вилка. Дай ему ложку на гречку. Это мне дай вилку. Сейчас уже ужинать. Гриша, как всегда, борщ. Мам, я в семье просто особенный. Да? Рост вытри особенный мой. Так, у нас гречка. Сейчас мясо порежем. Баранину запеклась. Ты будешь мясо? А так и буду. С соусом? Да. Ты куда собрался? До папи. До папи? До родина. Что? Папа на улице? Смотри, я тут обувь помыла. Ты видел? Один. Вот, помыла. Ты пойдешь в каких сапожках? Отец. В красненьких? Да. Ну, давай, пойдем. Ты помыла? Я помыла. Ну, подушку не мыла, а так помыла, конечно. Тебе помогать? Да. Давай, подожди, сейчас буду держать тебе. Ты помнил на американских горках? Руки вверх. Да. Так, буду сейчас проверить Гришина. Гришина вообще ло. Вот, да, у них тут задания соединительные. Глазные, да? Ну, короче, эти сложные или как они? Ну, в общем, да, сложные слова с двумя корнями. Так что сейчас будем проверять. А что там их бывает? Три и четыре? Нет. Я сейчас решила попробовать приготовить леденцы. Тихо. Леденцы на палочке. Буду пробовать, не знаю, есть у меня один рецепт. Так что поехали. Вот он рецепт. Карамели. Сахар 220 мл. Глюкозный сироп 100 грамм. Воды 70 мл. И красителя немножко варить после закипания 8 минут. Ну, в общем, не знаю, буду сейчас пробовать. Все буду делать на силиконовом коврике и палочке нужно зубочить. Ну, шпажки. Так что я варю карамель. Не знаю, насколько что получится. Но пробую. Взвесила все на весах. Такой вот у меня глюкозный сироп. Его когда-то через интернет заказывала в Cardamon Club. 120 рублей полкилограмма стоит. Приготовила силиконовый коврик. Палочек куча. С холодной водой стакан. Муж, дети, рядом на пробы, если что, будем пробовать. Краситель еще надо приготовить. После последней твоей пробы я два дня не мог отойти. Ой, что ты врешь. Прям фигурное катание. Россия выступает. И папа наш. Сейчас вот прыжки вот эти салфы. Да. Оба, красавчики. Так, а у меня тут варится карамелька. Ждем. Прошло 8 минут, но она еще не готова, мне так кажется. Так что еще ждем. Да, леденцы получились, представляете? Сначала думала, тихо, дети, что у меня лезут волосы. Посмотрите, волосинки. А это просто карамелька так тянулась. То есть она легко обламывается. Вот я ее сейчас заберу. Я вообще сначала думала, что это волосы нападали. Я не знаю, сколько. В общем, здорово получилось. Мне очень понравилось их делать. За 5 минут вот столько вот. Ну, не за 5, но все равно. Но и они, главное, что получились действительно прозрачные. Надо попробовать сделать голубые леденцы. Ну как? Это голова похожа на звенки Пеппе. Да, голова звенки Пеппе? Угу. Слушала, как дети спорят. Только облизывай его, хорошо? Угу. Много их еще осталось. Угу. Но она еще другие сделалась. Другого цвета, да? Да. Все будет? Синего. Все уже есть. Здравствуй. Ну ты еще они сделаешь. Угу. Не только же они. Угу. Еще один пришел мальчик. Ну, скажи, тебе понравились они или не очень? Угу. Вкусно? Угу. Угу. Покажет. Угу. Да, это как будто свинка Пеппа, да? Тише. Что? Что ты говоришь, Афань? Скажи еще. Угу. 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 Хочешь? Да. Ну, ты еще этот скушай. Тихо, тихо. Так, интересно, как же я сейчас это все буду отмывать-то? Ну, что? После этого всего. Ну, сейчас мокрит еще. А, нет. Чаша прекрасная. Замоченная в воде. Отлично все отходит. А то я уже боялась. Что нет. А наши три. Три, в общем, первое, второе, третье наши по фигурному катанию. Круто. Молодцы, да? Ты горд за нашу страну? Да. Я просто тебе показывать не буду, а то все твоя гордость. Вот что они сейчас вот подумают, да? Да, теперь еще и Адмирал смотрим. Тоже гордость. Все, ложимся отдыхать. Уже сейчас пошла переодеваться, умылась. Завтра утром будем купаться все. Завтра же крещение. Ну, вернее, в эту ночь, да? Сегодня на завтра. Сначала хотела... У меня прям было настроение покупаться в речке. Покупаться в речке. Я прям даже сейчас жене об этом сказала. Он говорит, ну, давай пойдем. Но сейчас там такой ужасный ветер. Прям очень сильный. Одно дело просто мороз. А другое прям ветрюган дует. Поэтому решили, что у нас трое детей. Нам воспаление легких ни к чему. Поэтому будем как-нибудь так. Не знаю, поеду ли я воду светить или нет. Или мама с Степой поедут. Посмотрим. Вот, ну, на сегодня мы будем заканчивать наш день. Я очень рада, что у меня получились леденцы. Вот, мне кажется, что они прям такие, как нужно. Вот, так что всех благодарю за просмотр. Напишите, делали ли вы когда-нибудь леденцы? Я, если честно, никогда мама моя не делала. У нас даже не было таких формочек. У нас были только формочки железные орешками. А этих леденцов, всяких петушков и рыбок на палочке у нас не было. Вот. Но сейчас, кстати, в магазине я видела. У нас такая формочка стоит металлическая. Именно в которую нужно заливать, да, карамельку. Стоит 500 рублей, по-моему. И один раз мы делали с Любой, с моей сестрой, которая на лето приезжала из Кропоткина. Делали в тарелке. Ну, то есть варили же этот же, жгли сахар на сковороде с водой. В тарелку смазывали подсолнечным маслом. Делали карамель. И вставляли туда вот так много-много спичек. А потом просто ножом прокалывали. И она была непонятно какой формы. Такие ледышечки. Желтые-желтые на палочке. Вот это единственное воспоминание из моего детства о карамели. В общем, карамель мы не делали. Это мой первый опыт. Мне понравилось. И очень вкусно. Гришка не особо любит. Вообще, в принципе, сладкое. Афоня две штуки съел. Гришка просто не любитель сладкого. Мне кажется, он уже переел все, что можно. В общем, все. Всем до завтра. Всех люблю. Обнимаю, целую. Буду исправляться. Видео, надеюсь, уже будут выходить в срок. Так что всем пока. Спасибо. Спасибо.